всех приветствую любители вязания подписчики и гости канала сегодня хочу с вами провязать вот такой вот рапп готовлю мастер-класс по вязанию шапки женской вот с такими аранами и поэтому хотелось бы отдельно по нему пройтись здесь у меня два рапорта находится это лицевая сторона это изнаночная сторона отдельно вот один раппорт это вот вот так это один раппорт начинается с изнаночной на изнаночной глади он у нас лежит и второй раппорт у меня вот заканчивается здесь и две петли симметрии изнаночные вот это в конце вот таких вот такая красотища может пригодиться на вязание шапок шарфов я бы пустил например какую-то сбоку полосу или снуд там например какую-то одну полосу снуда пустила бы там вот такую там может быть сверху и другую там может быть внизу ну как то так вот что еще хочу сказать далее где еще там в кардиганах в полувер потом можно знаете где в кардигане там в свитере например где-то можно пропустить одну полосочку там например скажу по левой стороне там два-три орнамента два-три рапорта это уже дело вкуса еще что хочу сказать вяжется он как поворотными рядами как вот я сейчас вязала также и по кругу почему расскажу почему удобно почему схему вчера в инстаграм нашла разобралась не пометила максимально чтобы вам подробно все разъяснить у нас здесь значит как все нечетные ряды это 1 3 5 7 9 11 кроме 13 везде идут переплетение жгутов во всех нечетных рядах четные ряды провязываем по рисунку то есть что вижу то вижу каким ты был таким ты остался да вот то есть если мы вяжем поворотными рядами как я вот вязала я рисунок провязываю первый ряд или 3 любой нечетный поворачиваю вот вижу я 2 изнаночные вижу я потом следом идут 4 лицевые потом 4 изнаночные я так и буду провязывать какие я вижу такие буду провязывать а если по кругу вяжем то маркер в начало работы да как мы обычно делаем вешаем на ночь указываем где у нас начинается рапорт и заканчивается по кругу провязали по кругу ряд нечетный следующий ряд просто также по узору что вижу то вижу там 2 изнаночные вот кромочную я не считаю допустим там 2 лицевые 4 там изнаночных то есть опять таки все повторяем то есть любой все вернее четные ряды и вяжутся по рисунку и так давайте попробуем готовлю его еще раз напомню к шапочки поэтому те кто планирует какую-то шапочку пока хотя бы поучитесь итак у нас раппорт равен 18 петлям это петли симметрия начинается изнаночных смотрите вот они изнаночные вот раппорт закончился без изнаночных вот так вот раппорт закончится это один раппорт вот это 18 петель в мир вот эти вот все изнаночные идут здесь вот на это вот полосочка такая ну как бы не получка отделяет один раппорт от другого вот это уже пошел другой раппорт то есть вот вот эти петли вот они и следом и аран вот эти петли симметрии они находятся вот здесь то есть мы сначала вяжем вот так первый раппорт второй раппорт про вяжем а в конце уже петли симметрии у нас идут ну давайте пробовать ближе к делу пусть лежит где-то рядом я возьму светлую пряжу чтобы наглядно было все набираем значит если у нас раппорт равен 30 18 36 я беру 2 раппорт 36 кромочные 2 37 38 и 2 петли для симметрии 40 40 петелек надо набрать я буду набирать спиц наверно не важно какие говорить возьмите то кто мало еще вяжет возьмите потом чего потолще спицы пряжу потолще и давайте пробовать так 2 40 рядов 40 петель на 1 брать так две три четыре пять шесть семь восемь девять как у меня набирают стены 7 8 9 10 11 12 лишь перекручены это секунду 12 13 14 15 16 17 не хочет все такой-то 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 набрали вытаскиваем перед спицу я всегда набираю на 2 что край был не стянут и так ряду вяжем установочный ряд он как бы 0 у нас 2 изнанки вот это лицевые 4 изнанки 4 лицевые изнанки и так поехали я буду говорить кто вяжет от 1 раппорт вот один рапорт я буду говорить где останавливается 2 изнаночные 2 изнаночные кромочная не считаю она по умолчанию нас 2 изнаночные 2 лицевые 1 2 4 изнаночные 1 2 3 4 4 4 изнаночные 1 2 3 4 изнаночные 1 2 3 4 изнаночные и 2 лицевые в конце это закончился это закончился наш раппорт далее надо продолжать теперь заново я начинаю это 2 2 изнаночные это я повторяю нулевой наш ряд 2 изнаночные 2 лицевые 4 изнаночных раз два три 4 4 лицевые 1 2 3 4 все раппорт закончился это у меня петли и 4 4 4 изнаночные 1 2 3 4 2 лицевые в конце все раппорт закончился это у меня петли симметрия 1 2 или ошиблась или у меня что-то где-то лишнее провязала сейчас посмотрим второй ряд провязываем по рисунку провязываем самостоятельно здесь все просто все что вижу то вижу так изнаночный ряд провязали теперь будем вязать первый ряд первый ряд у нас 2 изнанки 1 раппорт 2 изнанки 2 лицевых 4 изнанки 2 скрещиваем 4 петли скрещиваем жгутом правую сторону так 4 изнанки и 2 лицевых 10 изнанку раз два три четыре все еще раз 2 лицевые 2 изнанки 2 лицевые 4 изнанки лицевые будем перекрещать изнаночных 4 2 лицевые можете наверное снять скриншот вот одна страна так центр давайте на паузу поставьте скриншот и вот в конце тут немножко я наляпала еще раз я медленно пройдусь рапорт 18 петель 19 20 для петли симметрии так надеюсь все все за сняли и так первый ряд будем вязать первый ряд 2 изнаночные 2 лицевые 1 2 4 изнаночные 1 2 3 4 вот теперь из 4 лицевых мы будем делать жгут я возьму вспомогательную спицу будем делать жгут с наклоном вправо берем 2 первых на вспомогательную спицу 2 лицевых первых и отправляем их за работу неудобно с ними вспомогательную вязать 2 лицевые провязываем перри снимаем обратно со вспомогательной спицы на левую сторону возвращаем на левую спицу подтягиваем вот так провязываем 2 лицевые теперь 4 изнаночные 1 2 3 4 2 лицевые 1 2 раппорт 1 закончим второй раппорт это же узора 2 изнанки 2 лицевые 4 изнанки 2 3 4 жгут из 4 лицевых с поворотом направо 2 1 снимаем отправляем за работу неудобно очень с ним провязываем 2 лицевые сначала со слева спицы теперь возвращаем со вспомогательной на левую спицу 2 лицевые подтягиваем и провязываем их двумя лицевыми также 4 изнаночных 1 2 3 4 2 лицевых раппорт закончен 2 это петли симметрия 2 и кромочная 2 ряд вяжем по рисунку вот вижу лицевые вижу лицевые 2 изнаночные вижу вижу изнаночные и так мы будем каждый четный ряд провязывать вижу лицевые вот 4 штуки вижу их лицевыми вижу изнаночные 4 провязывая их изнаночными раз-два-три-четыре до конца ряда 2 ряд делать если по кругу то точно так же вот перевернули вот начался раппорт что вижу то вижу 2 изнанки и лицевые 4 изнаночные там 4 лицевые то есть по кругу тоже самое давайте сайтер второй ряд провяжем провязали начинаем третий ряд смотрим третий ряд 2 изнанки 2 лицевые 2 изнанки жгут с наклоном вправо жгут с наклоном влево следом 2 изнанки 2 лицевые раппорт закончен я буду повторять еще второй раппорт и потом петли симметрия поехали так 3 2 изнаночные кромочную я и уже не озвучиваю по умолчанию 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные вот теперь жгут с наклоном вправо вспомогательные где мне берут 2 изнаночные опуская их за работу за работу закидываю 2 лицевые провязываем так это у нас изнаночные свои мы перекидываем на левую спицу подтягиваем и которые были изнаночные мы сейчас провязываем лицевыми вот обязательно себе здесь пометьте я себе пометила вот крестики то здесь лицевые в конце вначале лицевые у нас идут у нас пустая клеточка лицевая и это тоже лицевые которые были изнаночными вот мы их провязали они у нас были здесь изнанкой в начале мы их перекидывали и стали стала лицевой так теперь с наклоном влево 4 петли то есть следующий жгут с наклоном влево 2 петли оставляю перед работой и опять смотрите первые лицевые и вторые вторые мы тоже провязываем лицевые вот вот которые были изнаночными вот они 2 изнанки наши мы их провязываем сейчас лицевыми хотя они были изнанкой перекидываем спицу это же провязываем лицевой подтянули вот так провязываем лицевой поверьте здесь все настолько внимательно разобралась схему что если внимательно будете смотреть или записывать или там на паузу ставить повторять то очень все доступно вот но ничего не сложного нету просто вовремя надо ну как знать в куда чего перекидывать я буду повторять чаще какой мы ряд вяжем и так вижу третий ряд узора второй раппорт 2 изнаночных 2 лицевых теперь жгут из четырех с наклоном вправо с наклоном вправо мы 2 оставляем за работой так простите ошибочка не смотрю не туда 2 изнанки 2 лицевые смотрю на пятый ряд это вообще 2 изнанки 2 лицевые 2 изнаночные я ряд повторяю заново мой рапорт простить так теперь жгут с наклоном вправо снимаем 2 изнаночные петли отправляем их за работу провязываем 2 лицевые возвращаем петли изнаночные на левую спицу и провязываем их хотя не изнаночные вот у меня крестиками помечены вот они провязываем их лицевой лицевыми так дальше 2 провязали а это нас 1 жгут я запутался с этими раппортами то что я второй раппорт вижу это вот теперь с наклоном влево жгут с наклоном влево 2 лицевые снимаем оставляем перед работой изнаночные провязываем лицевой вот нам указано что они будут лицевыми в третьем ряду значит провязали их лицевыми вернули со спицы петельки наши вернули подтянули лицевыми провязываем 1 2 2 изнаночные 2 лицевые 2 раппорт закончен петли симметрии 2 изнанки и кромочные 4 ряд провязываем самостоятельно все таки я решила один раппорт буду провязывать с вами изнаночные потому что немножечко так заморочен так значит 2 изнаночные не считая кромочных 2 лицевые это у нас 4 ряд изнаночная сторона следом идут изнаночные 1 2 3 4 5 6 туго 6 7 8 изнаночных 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые кромочные переворачиваем начинаем 5 лицевой ряд пока вот что получилось у нас это два раппорта пятый ряд смотрим 2 изнанки 2 лицевые жгут с поворотом направо жгут с поворотом на право жгут с поворотом налево и 2 лицевые 2 лицевые весь раппорт давайте вязать чтобы я видела 5 я вот так сделаю 2 изнаночные 2 лицевые жгут с поворотом направо так снимаем 2 петли вот через через из 4 будут стоять на жгут и отправляем за работу провязываем лицевые 2 возвращаем петли со вспомогательной на левую спицу и провязываем их тоже лицевыми 1 2 несмотря на то что они изнаночные были вот теперь нас переплет такой получается так еще раз поворотом направо у нас все 4 петельки лицевые 2 лицевые опускаем за работу 2 лицевые провязываем с левой спицы возвращаем петельки 2 1 2 подтянули и провязываем 2 лицевые так и еще один жгут будет с поворотом налево 2 петли сняли оставили их перед работой вот у нас по схеме показано вот два крестика 2 лицевые над провязать хотя они у нас изнаночные мы провязываем 2 лицевые у нас всегда 4 петли переплетаем то есть мы везде 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 у нас только по 4 петли и при плетении и провязываем лицевыми со сняты 1 2 2 лицевые так рапорт закончен я вижу 2 рапорт 2 изнанки 2 лицевые жгут это 4 петли с поворотом направо направо это 2 первых снимаем отправляем за работу провязываем 2 лицевые я специально два рапорта сделал чтобы вы повторно вот первый вы можете один рапорт вязать а я вам буду диктовать так пересняли подтянули и двумя лицевыми провязываем раз-два так сделали 1 живут 2 жгут тоже из 4 я уже не буду озвучивать у нас все жгут из 4 петель 2 петли снимаем за работу 2 лицевые провязываем возвращаем петли со вспомогательный 1 2 они у нас лицевые мы их провязываем лицевыми 1 2 теперь жгут с поворотом налево 2 петли сняли простите 2 лицевыми провязали несмотря на то что они были изнаночные мы их провязываем лицевыми возвращаем 2 петельки подтянули удобнее когда вот маленький кончик я всегда ниточки нажимаю на него чтобы он был маленький и удобнее также провязывать со вспомогательные спицы петельки так пятый ряд все 2 лицевые закончился второй раппорт петли симметрии у меня пятый ряд закончили 6 вяжем по рисунку 6 ряд это изнаночной все таки вот записью 2 изнаночные так простите 2 3 4 это все изнанка 5 6 7 8 9 10 но вас наверное еще вот эти петли присутствует вначале 2 лицевых по моему так если я не ошибаюсь вяжем в общем 6 ряд вот в таком духе то что вижу то и вижу просто иногда вот который вы изнаночные провязывали лицевые их плохо видно здесь по изнанке поэтому я говорю 6 клубок выберите толщину нити что было потолще чтобы вам хорошо было видно лицевая то или изнаночная то есть кто давно вяжет они разберутся а те кто вот ну так среднюю живя что им конечно нужно пока посмотреть на рисунок но на толстой какой-то нити и так подходим к седьмому ряду подошли точнее 2 изнанки перехлёст направо перехлёст направо перехлёст налево перехлёст налево и будем изнаночные провязать лицевыми в последнем переходе все загородил вот у нас седьмой ряд срисовывайте или как поехали вязать так а мне вот так чтобы я видела 2 изнаночные так с перехлёстом жгут с поворотом направо 2 петли снимаем оставляем за работой 2 лицевые провязываем возвращаем петли наши 2 это же провязываем лицевыми 1 2 1 жгутик сделан потянули 2 то же самое из 4 петель как всегда 2 вспомогательные сняли отправили за работу 2 лицевые вера возвращаем петли назад 1 2 провязываем их тоже лицевыми они у нас и были лицевые 1 2 2 жгута подряд мы сделали это пол рапорта мы сделали половинку рапорта 1 так теперь поворот направо жгут 2 петли сняли перед работой 2 лицевые провязали возвращаем петельки возвращаем провязываем их лицевыми раз-два и еще последний жгут это один рапорт все идет тоже с наклоном влево 2 петли сняли перед работой лицевые провязали они у нас и были лицевыми да как-то непонятно так рисунку все правильно вроде 2 лицевые провязываем 1 рапорт готов седьмого ряда рапорт готов один я вижу второй рапорт то же самое вижу 2 изнанки с поворотом направо жгут 2 снимаю за работу провязываю 2 лицевые жгуты все из четырех петелек состоят во всем на протяжении всего рисунка возвращаем петли провязываем эти петли следующий жгут такой же тянули 2 петельки сняли отправили на вспомогательную 2 петли провязали со вспомогательные забрали раз-два и провязали два переплета сделали два жгута 3 жгут с поворотом налево 2 петли сняли оставили перед работой лицевые провязали 2 возвращаем петли и лицевые и провязываем их так и последний рапорт 2 лицевые не рапорт последний жгут простить 2 перед работой 2 провязываем возвращаем петельки и провязываем у нас весь рапорт почти лицевые кроме вот как вначале только 2 изнаночные вот два рапорта изнанка конец вот 2 изнанки закончили это петли симметрии 1 2 8 ряд вяжем самостоятельно и так я провязала 8 ряд у нас там было 16 или 17 изнаночных аж так теперь 9 ряд смотрим 2 изнанки 2 лицо поворот направо изнаночные провязываем лицевыми 4 лицевые жгут с поворотом налево изнаночные провязываем или наоборот лицевыми провязываем изнаночными сейчас подарим ближе я скажу так давайте сначала провяжу его 9 ряд 2 изнаночные сейчас будет видно просто по рисунку все 2 изнаночные 2 лицевые теперь пойдет жгут с поворотом справа две первые снимаем отправляем за работу так девятый ряд значит следующее первое провязываем вот так вот лицевыми вот все правильно а со вспомогательной спицы будем провязывать который у нас были лицевыми будем провязывать и изнаночными потому что они у нас указаны как изнаночные так вернули петельки провязываем изнаночными 2 изнаночные дальше 4 изнаночные лицевые просить 1 2 3 4 теперь сделаем жгут с поворотом налево 2 петли сняли и первые провязываем изнаночные вот они старый жгут хотя не вот у нас лицевые мы их провязываем изнаночный возвращаем петли и провязываем их лицевыми нас уже почти пол рисунка готова 2 лицевые раппорт закончен уже девочки 31 минута поэтому давайте буду покороче по одному рапорту буду говорить а вы тогда как-то перематывать или записывать просто второй рапорт и изнаночную сторону провязываем самостоятельно так 10 рядов провязали будем вязать 11 ряд здесь все просто будет 2 изнанки жгут налево 2 изнанки жгут налево 2 изнанки жгут налево поехали 11 ряд вяжем 2 изнаночные жгут из 4 петель всегда из 4 2 снимаем перед работой делать ворот налево провязываем 2 лицевые возвращаем жгут простить петли возвращаем провязываем 2 лицевые 2 изнаночные опять жгут с поворотом налево две петли сняли перед работой 2 провязали лицевые вернули со вспомогательной и также провязали двумя лицевыми 2 изнаночные последний жгут точно так же две петли сняли перед работой оставим с поворотом влево 2 лицевые провязываем возвращаем петельки провязываем лицевые 1 вернее один рапорт провязан 11 ряда 12 ряд 2 раппорт провязываем также начиная с двух изнаночных жгут 2 изнаночные жгут 2 изнаночные жгут переворачиваем на другую сторону вяжем то что видим 4 изнаночные 2 лицевых и так далее все что видим то и вяжем проделаем это самостоятельно встретимся в начале 13 ряда и так 12 ряд провязали у нас уже пол рисунка видно здорово 13 ряд будет совсем простой соответственно 14 2 изнанки 4 лицевых 2 изнанки 4 лицевых 2 изнанки 4 лицевых и кромка это один рапорт я думаю справиться можно самостоятельно давайте провяжем 13 ряд вяжем лицевой 13 ряд 2 изнаночные 4 лицевых 1 2 3 4 2 изнаночные 1 2 4 лицевые 1 2 3 4 2 изнаночные 1 2 и 4 лицевые рапорт закончен это от 13 ряд один рапорт закончили кто хочет делать 2 рапорт также 2 изнанки 4 лицевых вот они пошли 2 изнанки 4 лицевых и так далее переворачиваем вязание будем вязать 14 ряд по рисунку 2 лицевые 4 изнаночные 2 лицевые 4 изнаночные встретимся в начале 15 ряда так 14 ряд провязали сейчас начинается на самое интересное 15 ряд будем вязать лицевой 2 изнанки жгут налево 2 изнанки жгут налево 2 изнанки жгут налево все очень просто 15 лицевой ряд 2 изнаночные кромочную по умолчанию я молчу 2 изнаночные жгут налево 2 петли снимаем жгут всегда из 4 5 2 сняли перед работой провязали 2 изнаночные 1 2 изнаночные 1 2 жгут с поворотом налево 2 петли оставляем перед работой следующие 2 петли провязываем лицевыми возвращаем петли 1 и провязываем тоже лицевыми 2 изнаночные 1 2 жгут с поворотом налево такой же весь этот ряд мы делаем поворот налево жгуты одинаково перед работы 2 провязали 2 лицевые вернули 2 лицевые и провязали их лицевыми один рапорт 15 узора окончен кто хочет вяжет такой же повторяя 2 изнаночные вот они дальше каждый жгут налево поворот с перехлёстом налево 2 изнаночные перехлёст 2 изнаночные перехлёст петли петли симметрии кромочные переворачиваем вяжем все по рисунку все что видим вот пример раз два три 4 изнанки 2 лицевых и так у кого один рапорт продолжаем самостоятельно 15 до конца вяжем кого два рапорта и 16 встретимся в начале 17 и так 16 рядов провязали у нас уже вот такие красивые жгуты нарисовались здорово вот сейчас уже подходим к центру вот она жгут вот здесь у меня белая пряжа потолще немножко красиво очень очень красиво так поехали 17 ряд вязать 2 изнаночные 2 лицевые жгут с поворотом налево 4 лицевые жгут направо 2 лицевых рапорт закончен поехали так 2 изнаночные кромочную по умолчанию 2 изнаночные 2 лицевые так далее идет жгут из четырех 1 с поворотом налево первые петли 2 снимаем и оставляем перед работой так теперь вот эти изнаночные следующие мы жгут делаем из 4 вот у нас изнаночные мы их вяжем теперь лицевыми 1 2 возвращаем петли это же провязанных лицевыми 1 2 вот у меня помечен что мы изнаночные неправильно помечены первые у нас изнаночные которые мы вяжем лицевыми здесь должны быть плюсики здесь ничего не должно быть здесь также вот здесь будут плюсики 4 так же куты 2 изнаночные 2 лицевые жгут сделали 4 лицевые 1 2 3 4 и жгут с поворотом направо 2 петли снимаем отправляем их за работу 2 лицевые провязываем возвращаем 2 изнаночных петли и будем провязывать ее лицевой вот они конечно должны быть лицевые вот первые так и так идут лицевые вот конечные у нас превратились из изнаночных вот они были они изнанками теперь они будут у нас лицевыми и провязываем их вот для чего здесь где пустота там понятно что лицевые вот где пусты тут понятно все лицевые а это мы отмечаем с вами то что были другие значит мы знаем были изнаночные раз здесь стоят лицевые значит они на самом деле были изнаночные так 2 лицевые и раппорт закончен второй рапорт начинаем также 2 изнаночные вот меня маркер я перекидываю 2 изнаночные жгут налево сначала проделаем это сами живут налево две петли перед работой сначала вот здесь вот две петли за работу и изнаночные провязываем лицевыми в обоих случаях где жгуты повторяем ряд и 18 вяжем по рисунку самостоятельно и так провязали 18 ряд у нас вот эти жгутики по центру мы не переплетали до 19 ряд довольно таки простой 2 изнанки и поворот налево перехлёст налево перехлёст направо из четырех перехлёст направо из 4 все только 4 перехлёста и 2 изнаночные вяжем 19 ряд запоминаете ли там перерисовываю 2 изнаночные дальше жгут с поворотом налево перед работой снимаем 2 петли оставляем 2 лицевые провязываем здесь все лицевые сейчас будут 2 лицевые перекидываем обратно провязываем их 1 2 снова с поворотом налево 2 лицевые снимаем ведь у нас вернулась косичка справа повернул налево вот поменяли местами косичка которая была правее она теперь налево уходит так 2 сняли еще такую косичку делаем не косичка жгутик 2 лицевые 2 возвращаем неудобно лучше вот лучше со спицами чем с этими со вспомогательной спицы или бывают такие другие как коромысла так теперь теперь с поворотом направо 2 жгута подряд значит 2 первых снимаем и отправляем за работу провязываем 2 лицевых следующие мешает к 2 лицевые провязываем поворот у нас направо пошел со вспомогательной спицы возвращаем нас осталось немножко еще и сможешь столько силе ли если вы столько силе это вы уже победитель все так 2 лицевые провязали и еще раз по вас поворотом направо вот видите жгутик направо и поворачивали вот это мы налево поворачивали так еще раз будем поворачивать направо 2 петельки сняли отправили за работу провязываем 2 возвращаем петли со вспомогательной тоже провязываем лицевыми раппорт 20 19 ряд лицевой ряд нашей нашего рисунка рапорт закончен 19 лицевой ряд я буду вязать вторую еще 2 изнанки и буду также повторять жгуты 2 жгута налево из четырех петель каждый жгут 2 налево 2 направо рапорт закончится и у меня еще две симметрии 9 20 ряд вяжем самостоятельно по рисунку и так 20 ряд провязали смотрите какая красота не писаем получается и так нравится рано как я их люблю эти они уже соединили здесь косичка сама по себе переплетается вот она в зеленом вот эта косичка сама переплетается и дальше вот жгуты мы два соединили сейчас предыдущем ряду ряде по изнаночной нас было 16 изнаночных и 2 лицевых 18 петель в рапорте так много текста 21 ряд 2 изнаночные начинаем 2 лицевые жгут с поворотом налево лицевые будем превращать в изнаночные в начале будут изнаночные когда поменяем их местами потом поворот опять направо и еще раз поворот направо и в конце которые были изнаночные лицевые будут изнаночными и двумя лицевыми заканчивается рапорт это весь рапорт 21 ряда смотрите у меня два рапорта я вижу его 2 слева кромочные они кромочные петли симметрии и так поехали 21 ряд лицевой вязать 2 изнаночные 1 2 2 лицевые так жгут у нас идет влево значит оставляем две первых от жгута у нас из четырех уже будто себя на вспомогательную у нас 2 лицевые идут а у нас показано мы должны провязать изнаночными мы провязываем сначала изнаночные возвращаем лицевые наши подтянули и провязываю лицевые то есть вот здесь понятно да мой первый сначала право почему у нас именно помечен не вот такая вот вот смотрите две одинаковые два одинаково жгута в этом есть пометка с изнаночными чем они будут отличаться как раз сейчас посмотрим вот этот жгут мой провязали только что так лицевые жгутик провязали вот теперь смотрите чем отличаются эти вот чтобы было еще понятней поворот будем делать направо 2 снимаем за работу отправляем провязываем 2 лицевые нас лицевые как лицевые вот если просто квадратики здесь то это все лицевые возвращаемся вспомогательный раз два провязываем их лицевыми а следующий жгут у нас будет отличаться он тоже будет с поворотом направо как и этот вот этот провязали теперь мы вот этот вяжем с поворотом направо опять две снимаем лицевые и а и от заводим их назад так а здесь что у нас почему так отмечено так сейчас секунду 2 лицевые сняли так что то я не пойму какими их нас провязать так дайте посоображать нам надо сделать поворот направо а все правильно господи затупило теперь лицевые мы возвращаем и провязываем их изнаночные вот чем и так подождите мы провязали сейчас секунду 2 изнанки 2 лицевые жгут один провязали 2 провязали все забралась вы провязали уже 1 2 жгут теперь следующий жгут по с поворотом направо две петли снимаем отправляем за работу так 2 петли провязываем лицевые с поворотом направо так почему они мне указаны как изнаночные подать секундочку сейчас я попробую забраться где мы так вообще у нас указано что это должно быть изнаночные давайте их провяжем изнаночными значит первые так подождите вот третий жгут 2 отправили за работу провязываем 2 лицевыми вот так вот что-то я измучился со вспомогательный отправляем на левую спицу все это как первый жгут мы делали только поворотов в налево теперь мы делаем на право у нас сначала петли лицевые а потом и наночные вяжем вот 2 лицевые провязали а со снятой мы будем лицевые петли право провязать изнаночные вот как вот теперь здорово так и последние две лицевые по рисунку рапорт закончен то есть чем вот эти два отличается вот мы сейчас подряд делали вот два жгута так вот это первый вот второй и последний может делали вот эти все лицевые а здесь мы лицевые превратили в изнаночные вот и вся разница так значит 21 ряд повторяем снова у кого два рапорта и изнаночный ряд 22 провязываем самостоятельно я еще раз захотел вернуться к этому двадцать первому ряду я вижу сейчас 2 рапа 2 изнаночные лицевые следующий жгут 2 5 с поворотом налево перед работой оставили 2 лицевые провязываем сначала у нас будут изнанки лицевые первые пойдут в их провязывать изнанки и со снятые спицы провязываться лицевыми теперь следующий жгут с поворотом направо 2 петельки первых снимаем отправляем за работу когда направо мы всегда за работу отправляем 2 лицевые провязываем возвращаем петли провязываем тоже лицевыми это мы делаем вот этот средний жгут все лицевые 1 и 2 провязали следующий жгут вот здесь по внимательно перехлёст направо значит две петельки отправляем за работу теперь смотрите мы первые мы перехлёст сделал вернее на вспомогательную когда отправили теперь мы первые петли которые у нас пойдут на правую спицу мы их видим лицевыми мы их провязываем вот 1 и 2 лицевыми провязали теперь вот эти будем провязывать изнаночные это со вспомогательной спицы которые мы их перекрутились и мы их обратно возвращаем и провязываем их хоть они у нас и лицевые идут мы их провязываем изнаночными раз и два как показывает нам рисунок 2 лицевые раппорт закончен у меня на петли симметрии и кромочная двадцать второй ряд вяжем самостоятельно и так 22 ряд мы провязали у нас уже закрывается вот эти вара а все здесь в косах жгутах и внутри идет шкут как здесь помельче пряжа тоньше другом видно красотища неземная так продолжаем 23 ряд сейчас уже совсем видно все куда чего заворачивать и поворачивать будем изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные потом жгут с поворотом налево жгут с поворотом направо петли которые были лицами будут у нас изнаночными в этих жгутах потом 2 изнанки 2 лицо раппорт 1 закончен 23 ряду давайте попробуем по умолчанию кромочные 2 изнанки 23 ряд 2 изнанки 2 лицевые 2 изнаночные жгут из 4 петель с поворотом налево 2 петельки оставляем перед работой и смотрите мы оставили перед работой и первое что мы должны привязать это изнаночные петли мы видим перед собой лицевые поэтому нам указывают что их надо поменять изнаночными берем 2 лицевые вяжем их изнаночными 1 изнанка 2 изнанка со вспомогательные спицы вернули лицевые и провязали их лицевыми раз-два теперь такой же жгут с поворотом направо 2 петелечки снимаем отправляем за работу следующие какие мы провязываем которыми первыми упадут это будут лицевые а потом будут изнаночные вот эти бутика вяжем я покажу не видно вот сейчас мы будем лицевые провязывать а следующие другие лицевые будем провязывать изнанкой которые будут со вспомогательной спицы так вот 2 лицевые провязали вот они возвращаем петли они у нас лицевые но мы их провяжем изнаночными так как нам указан в рисунке мы снимаем и получаем изнаночные петли перни провязываем изнаночные петли 1 петля 2 петли теперь 2 изнаночные и 2 лицевые раппорт 23 ряда закончен повторяем 23 ряд 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные с перехлёстом налево оставляем перед работой лицевые вот эти первых проект провязываем изнаночными как нам указаны 2 изнаночные были лицевые стали изнаночные это первый жгут из рапорта возвращаем петли провязываем их лицевыми 1 2 следующий жгут в зеркальном отражении с поворотом вправо 2 петельки мы отправляем за работу так и как в этом случае значит вяжем 2 лицевые и со вспомогательной забираем провязываем изнаночными сначала вяжем 2 лицевые 1 2 со вспомогательной наши петли возвращаем назад на левую спицу 1 2 и провязываем изнаночными как у нас указаны рисунки 1 2 туго вижу надо был потолщить теперь 2 изнаночные по рисунку просто 2 лицевые петли симметрии у меня 2 изнанка и кромочные так 24 ряд вяжем самостоятельно по рисунку так 24 ряд провязали теперь нас осталось совсем немного 25 вяжем 2 изнанки 2 лицо 4 изнанки жгут спорт направо 4 изнанки 2 лицо рапор закончился так поехали 2 изнаночные 1 2 2 лицевые 1 2 4 изнаночных 1 2 3 4 далее у нас идет жгут с поворотом направо вот он берем 2 петельки за работу отправляем их провязываем 2 лицевые 1 2 возвращаем 2 петельки это же провязываем их лицевыми сделали по центру наш жгут все остальное вяжем до рисунка по рисунку 4 изнаночные 1 2 3 4 и 2 лицевые раппорт 25 ряда 1 раппорт закончен довязываем до конца около 2 повторяем то же самое вот на весе раппорт 25 ряда и очень легко провязываем 24 ряд по рисунку и так 26 рядов провязали начинаем вязать 27 ряд лицевой 2 изнаночные дальше жгут с поворотом налево жгут с поворотом направо жгут с поворотом налево жгут с поворотом направо и весь раппорт у меня их 2 и в конце две петли симметрии изнаночные поехали 27 лицевой ряд 2 изнаночные кромочную по умолчанию всегда 2 изнаночные 1 2 жгут с поворотом налево и смотрите первые петли мы когда поменяем местами будет вязать по 1 петли изнаночными жгут налево 2 петельки снимаем от жгута видим перед собой изнаночные мы должны провязать изнаночными так а почему они меня выделены моих реально должны провязать изнаночными так хорошо у нас получилось сразу четыре изнаночные возвращаем петельку ошибки быть не может так я уже вязал просто его 2 лицевые со вспомогательной теперь жгут с поворотом направо следующий значит 2 петелечки изнаночные снимаем отправляем за работу вяжем 2 лицевые возвращаем изнаночные на левую спицу и провязываем их изнаночными 1 2 еще два жгутика у нас поворотом налево мы сделали налево направо теперь опять налево и направо рапор закончится делаем налево 2 петельки снимаем оставляем перед собой провязываем 2 изнаночные обратно петельки возвращаем провязываем 2 лицевые и следующий с поворотом направо берем снимаем 2 изнаночные на вспомогательную за работу их 2 лицевые провязываем возвращаем петли со вспомогательной и провязываем их как нам указано изнаночными петлями вот последний жгут изнаночными петлями рапорт 27 ряда закончен 2 я провяжу самостоятельно и изнаночную сторону по рисунку и так закончили 28 ряд вяжем 29 он нас будет очень простой и 30 тоже 4 лицевые влево жгут 4 простите изнаночный 4 изнаночные жгут 4 изнаночные жгут 2 изнаночные рапорт 1 лицевой ряд из 29 ряда рапорт готов один поехали вязать 4 изнаночные 1 2 3 4 так у нас дальше идет обычный жгут с поворотом налево налево 2 петли и оставляем перед работой жгут и дальше из 4 у нас 2 лицевые провязываем возвращаем петельки и тоже провязываем лицевыми подтянули 2 лицевые жгут сделали 4 изнаночные 1 2 3 и 4 теперь жгут с поворотом налево вот жгут с поворотом обычные налево 2 петельки снимаем оставляем их перед работой 2 провязываем лицевых возвращаем петли со вспомогательной это же провязываем лицевыми в конце 2 изнаночные рапорт 29 ряда закончен 30 ряд вяжем самостоятельно изнаночный встретимся 21 в тридцать первом ряду в простить итак 30 рядов провязали мы и теперь последний лицевой ряд 31 смотрим на него простите за такую прежность просто я потом бумажку все равно выкину 2 изнанки потом вот такой вот с поворотом направо значок с поворотом направо 4 петли 2 пара изнаночные потом с поворотом налево 1 будет про будем провязываться изнаночными с поворотом направо опять изнаночный с поворотом налево опять вот здесь впереди изнаночные как теперь рисуйте себе вот этот знак равен вот этому знаку после исправляла вот это и вот это одинаковое поехали 31 ряд он же последний так 2 изнаночные 1 2 из 4 жгут так берем снимаем две петли на насел поворот направо оставляем за работой теперь вяжем лицевые а потом изнаночные вот мы вяжем 2 лицевые теперь переносим петли эти изнаночные на вспомогательную что за нитка так и провязываем их изнаночными а раз изнаночные прыгает 2 изнаночные жгутик сделали с поворотом направо теперь налево поворот жгут и так мне пришлось прервать потому что написано было на камере чтобы максимально превышать там превышает какой-то размер максимально максимального размера видео что-то в этом духе и так вернемся к 31 ряду 2 изнаночные жгут мы проделали с поворотом направо вот этот жгут равен вот этому жгуту еще разочек вот этот первый жгут из четырех равен вот этому жгуту первым и сделать теперь делаем поворот налево 2 снимаем перед работой по рисунку видно мы сначала провязываем изнаночные потом лицевые вот они наши изнаночные как раз идут сначала мы провязываем изнаночные теперь возвращаем петельки назад лицевые и провязываем их лицевыми лицевыми так есть два жгута сделали видите какая красота где где ряд теперь в зеркальном отражении сначала направо сделаем жгут с поворотом направо вот этот делаем 2 изнаночные у нас идут мы их за работу проблем когда мы делаем жгут направо вот мы сейчас вот эту 2 изнаночные поведем направо 1 2 изнаночные увели направо петли ой 2 лицевые простите увели направо да а изнаночный раз вернем на левую спицу и провяжем их как указано у нас по рисунку изнаночными каким ты был таким ты остался какие они были 1 2 вот этот жгут изнаночные в конце теперь делаем то же самое уверены делаем поворот в лев жгут сначала провязываем изнаночные потом лицевые и так налево жгут делаем 2 петельки перед собой теперь провязываем 2 изнаночные или лицевые вот 2 изнаночные 1 и 2 возвращаем лицевые петельки назад 1 2 и провязываем их лицевыми раз-два все первый у меня узко упуск как она почему-то это первый рапорт нашего тридцать первого ряда закончить второй рапорт тоже самое 2 изнанки вижу теперь перехлёст направо я еще раз тогда повторю раз уже видео другое 3 минуты штук направо это значит оставляем за работой когда мы поворачиваем направо то оставляем за работой первой петельки так провязываем лицевыми делиться вы привязали вернули петельки 1 2 и провязали их изнаночными 1 2 то есть вот он вот этот жгут первыми в конце из 4 изнаночные теперь налево пойдем жгут выкручивать так мы идем налево значит 2 оставляем перед работой смотрите налево когда поворачиваем сначала провязываем изнаночные потом лицевые поворот налево потом и делаю вот он сначала изнаночные провязываю пусть мешает 1 2 изнаночный возвращаемся вспомогательной нити то есть спицы лицевые наши провязываем их лицевыми так и следующий что у нас там идет теперь жгут с поворотом также направо повторяем и налево вот они повторяются то есть тут повторяется тут повторяется тут тут так теперь делаем с поворотом опять на право на право это значит 2 изнаночные за работу сначала провязываем лицевые 1 2 теперь возвращаем изнаночные петли на левую спицу 1 2 и провязываем эти изнаночные 1 2 теперь с поворотом влево значит спицы вот эти петли вот эти будем поворачивать налево мы их значит перед работой кладем и по рисунку мы видим изнаночные сначала провязываем потом лицевые вот теперь изнаночные и возвращаем петельки лицевые 2 далее все раппорт закончен далее у меня петли симметрии 2 изнаночные и кромочные 32 ряд это изнаночный ряд вяжем его по рисунку 2 лицевые это кромку я не считаю по умолчанию изнаночные 1 2 лицевые 1 2 3 4 изнаночных 4 1 2 изнаночные 3 изнаночные 4 4 лицевых 1 2 3 4 и так начинается рапорт когда когда 2 раппорт вяжем один раппорт он немножечко по-другому начинается так что имейте ввиду он у вас пойдет с двух изнанок а кто вязал кто вяжет 2 раппорту того как у меня по полу получается на задней изнаночной стороне так 2 изнаночные следом и 3 лицевые так довязываю до конца вот пиво раппорт у кого вернее один раппорт получается на изнаночной стороне 2 изнанки 4 лицевые 4 изнаночных 1 2 3 4 4 лицевых 2 3 4 2 изнаночные 1 2 2 лицевые и кромочные так весь раппорт мы провязали с 1 по 32 ряд красоты неописуемый хотите такой благороднего на каких-то бежевых тона конечно не салатовым хотя дело вкуса конечно никто не спорит хоть на красном по-любому будет очень красивый если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал потому что у меня впереди на мальчик 10 лет кофточка будет потом две шали в работе и шапка будет вот с таким раном или возможно у меня там еще есть один предыдущий но вот этот наверное он покороче то шапку длинную высоты не будешь делать так что подписывайтесь делить видео с друзьями я вам желаю самых легких петелек петелек и тепла вам пока